Ну что, друзья, всем привет! Сегодня у нас необычный выпуск. Мы находимся у меня дома и будем готовить, конечно же, шаверму. Если вы подумали, что мы будем готовить шаверму вместе, это, кстати, наш бренд-шеф Лаваше, один из самых профессиональных, наверное, игроков на рынке шавермы сейчас, Игорь Алпеев, то нет, готовить мы будем с моей женой, но будем не просто готовить, что мы захотим, а вот здесь есть такие вот прекрасные бумажечки, и какая нам попадется шаверма из жеребьевки, такую мы и будем готовить. А наш прекрасный Игорь будет выбирать, кто же лучше это сделал, и он не будет знать, какую из них приготовила жена, а какую приготовил я. Поэтому, Игорюша, наверное, попрошу тебя выйти из кадра. Кристина, заходи! Это наша Кристина Олеговна, моя жена по совместительству. Я люблю готовить очень редко, и определенно наблюдаю, это точно не шаверма, но по моей профессиональной деятельности так выпало, что я основатель стритфуд-кафе, поэтому будем готовить сегодня шаверму. Что у нас сегодня здесь? Здесь, естественно, все ингредиенты для четырех шаверм. Четыре шавермы здесь написано на бумажках. Это, в принципе, все шавермы из нашей стритфуд-индустрии. Так вот, Кристина, ты готова? Да. Наверное, будешь первым, и перемешиваем все. Не смотрю, не смотрю. Давай. Барбекю, это шаверма-барбекю. Блин, это серьезная, на самом деле, заявка на победу. Серьезно, заявка на победу. Так, ну что, ладно. Опа, вот так вот, фирменная, господа. Расскажи, с чем ты будешь готовить барбекю? Соусом барбекю, это точно. Соус барбекю, супер. Курица, бекон. Ну, понятно, помидорчик, огурчик. Так, ну, еще что-нибудь. Еще что-нибудь? Я подумала. Я чувствую, что все-таки победа будет нелегкая у Кристины. Так, ну что, давай, погнали тогда. С тебя барбекю, с меня фирменная. Посмотрим, кто же все-таки победит и сделает. Да, кстати, здесь у нас даже лаваш готовый. Разных размеров. Ты можешь сделать большую, можешь сделать маленькую. На твой выбор, какой ты захочешь. Я буду готовить мини. Мне так удобнее будет. Здесь у нас розмарин. Короче, есть все, что ты захочешь. Главное, сделай вкусно. Да. Поехали. Так, ну что, пошла курица. Как после разготовилась шаверна, скажи? Да, готовили мы ее с тобой недавно. Да? А, мы готовили, когда был карантин, мы готовили на камеру тоже готовили. А зачем ты нарезаешь? Ты ее будешь нарезать? Нет, ну ладно, нарезать ее. А вопросов нет. Все хорошо. Ты махальста. Ну, в принципе, у меня готов такой прекрасный кусочек. Наверное, даже я возьму еще один. Вдруг. Что-то на сковородке произойдет не так. Три! Так, что нам сделает Кристина? Кристина уже начала ваять какой-то секретный ингредиент. А это что такое? Ни хрена себе. Ты рассказываешь, что ты добавляешь-то. Интересно. Это пока что ты не слышал. Нет, нет. Давайте я расскажу. Я думаю, что она спрячется здесь. Это паприка. Копченая. Копченая паприка. Да. Кристина добавила каприченую паприку. А это у нас морская соль. Я ее разобрал с батарейками. Она сама сыпется. Ну ладно. Я, наверное, пошел готовить саму курицу. Или ты будешь первая? Я буду первая. Хорошо. Тогда я буду готовить соус. Я буду готовить соус, пока Кристина там думает, что она будет готовить вкусную курицу. Ну что, делаем, опять же говорю, незожный соус. Майонез. Я возьму сметану. Так как у меня фирменная шаверма, здесь уже у нас будет аджика. Вот этих баночек мы ее взяли. Как это значит, аджику. Ничего сложного. Это томатная паста со специями. Вот. Поэтому мы уже взяли готовую аджику, готовый майонез и готовый сметану. Все это добавляем в нашу мисочку. Вы как о фигуре, да? Не думайте? О фигуре? Ну, а чьей? А мои ты уже подумал. У нас здесь, кстати, нас здесь не двое, сегодня нас трое. И против меня играет Кристина и Леон. Вот. Поэтому, не знаю, мне сложно. На самом деле, уже нравится такое. Два против одного. Если честно, я на этой кухне готовлю, наверное, первый раз. Просто обычно я не готовлю вообще. Добавляем сметану. Я бы добавил лимон. И я прям выдавливаю сок лимона. И я возьму чесночка. Вот так его давим. Ух ты! Насмотрелся, да? На высокую кухню. На высокую кухню. Так у меня каждый день в моей шаруме готовят. Так, ну все, мы это все взбиваем с чесночком. Так, друзья, ну, соответственно, в комментариях вы можете писать свои рецепты шавермы. Нам реально интересно. Может быть, какой-нибудь крутой рецепт мы выберем и приготовим в одной из наших точек. А может, вообще введем в меню. Поэтому подписывайтесь, ставьте лайки и пишите комментарии в свой идеальный рецепт шавермы, который, может быть, вы готовите дома или мечтаете приготовить или попробовать в какой-нибудь из точек. Или хотите, чтобы Паша пришел и приготовил его вам. Где? Куда я пришел? В гости. А если какая-нибудь девушка напишет? Вы завет меня с собой. Ну, то есть мы семейно можем прийти и приготовить вам шавермы. Ну что, у нас пошел лучок на резочку. Кристина, ты рассказывай вообще, почему, почему ты... А я делаю самую вкусную шаверму, ты меня просто отвлекаешь. Ну, я считаю, что судьба любой жены настоящего предпринимателя, она очень тяжелая. Мне кажется, что это пи***. Потому что предприниматель, если он крутой предприниматель, успешный, он в первую очередь, конечно, живет на работе. И живет работой. И для него любые мирские вот эти... Постирать, убрать, приготовить, это вот, ну, не для предпринимателя. А что ты тарелку не помыл? Мои сами сказали, что это где-то. Все-таки это должна быть... В какой точке сегодня тебя бить, чтобы ты немножко успокоился? Да, если он будет на это тратить свое время, то где-то, где-то, где-то не откроется точка, и не придет шеф-повар на работу, или не выйдет мощный. И люди останутся голодные. Да, и люди останутся голодные. И без работы. И миссия, сама ценность, ценно-конечные продукты предпринимателя, он проиграет. Поэтому, конечно, вот судьба жен предпринимателя, она тяжелее, чем у обычной жен. Но зато и так интересно жить. Поэтому Кристина максимально закрывает мои все вопросы по быту. Я пришел домой, как говорится, расслабил булки, отключился и вышел из дома, в принципе, так же, не напрягаясь особо. Вот, и пошел делать дела. Да, конечно, я в удовольствие могу что-то приготовить, убрать. Но у меня нет определенных сильных обязанностей дома, кроме сына, которым я занимаюсь. А Кристина закрывает все потребности. И твои тоже. Мои тоже. Но я неплохо готовлю пиццу, кстати говоря. Я была администратором в неком заведении, будем говорить, да, явки, пароли. Да, 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 да. Под названием «Морской волк». Лютое заведение. Лютое заведение. Лютое. Я пришел, здесь плохо видно, увидел все достатки, как говорится. Она была управляющей, я был официантом. Ну что, любовь с первого взгляда. Я начал добиваться ее сердца. Я была тогда несвободна. На ближайшем корпоративе просто мы решили устроить пьянку. Паша решил, конечно же, начать раздеваться. Это вообще его любимый фетиш. Он всегда берет все лампки. А что надо сделать, чтобы это началось? Я не буду давать вот такие явки пароля. А то сейчас выстроится еще очередь. Потом меня потащило в баню, потому что у нас при ресторане была баня. Такое злачное, действительно. Злачное место. Ну и все там дурацкая эта игра, наверное, все в молодости в нее играли, правда или действия. И моя подружая сказала, как бы, ну вот, действия, да, она же тебе сказала. С нами была подружка. Помню, Павла, 17 лет, трясущиеся коллежки в обоих. И вот так, ну да, поцелуй был. Но подружка все-таки с нами была. Да, была. Вот, ну был поцелуй и все. Потом с утра мне Кристина сказала, что... Оливерды. Она мне, кстати, на 4,5 года, да? Да. 4,5 года старше. Она мне сказала, ну все, повеселились и хватит. Здесь больше работать не нужно. Оппонент, кстати, там был серьезный. Взрослый. Взрослым был. Из Тамбовских. 40 лет из Тамбовских, да. Ну, я как-то не сдался. И вот в итоге мы вместе. Да там целая охота началась. Там все, была ожесточенная игра. Паша обанкротил магазин с оружием, пистолеты, ножи. Возможно, да. Это было, было. Но она, правда, узнала, что мне 17 лет уже только через полгода, когда мне исполнилось 18. А потому что до этого я говорил, что мне 18. Просто я немножечко шалю. Так что я мог подать заявление, кстати, на нее. А мне, кстати, подруга. Она меня совратила. Ты знаешь, мне как-то твой соус понравился больше. А ты еще пробовал мой соус? Угу. Я не понял. Так, верните мой соус. К соусу, кстати. Я-то еще его не солил. Чуть-чуть соли. Я добавил соль, перец. Я могу жарить вообще что-нибудь. Да, да, да. Я могу жарить. Так, на масле авокадо. Я бы обычно пожарил, но в моем доме почему-то всегда какие-то такие необычные масла. Вот. Я за ЗОЖ. Да, у нас ЗОЖ там все дела. Так, добавили маслица чуть-чуть. Вроде ты такой болтливый, да, такой весь. Так, так, так. Как это в каком-то фильме? Не эксцентричный. 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 Дочеря, я хрящики не вырезала, да? Я тебе предложила. Ты проиграла. Просто все. А со мной он очень спокойный, очень тихий. Так, маленький. И ласковый такой. Так, что мы кладем. Курочку. Ну, 13 лет я был спокойный и тихий. Да. Правильно. Да ты пытаешься, чтобы я проиграл, да? Что-то задобрить меня заранее не получится. Так, друзья, что подписываемся? Подписываемся на наш канал. Мы будем рассказывать вам всякие темные-темные делишки, истории из нашей жизни. Готовить, наверное, вкусные блюда, возможно. Вот. Вообще пишите, что бы вы хотели, чтобы приготовили в нашей кухне. Может быть, мы попробуем что-нибудь еще изобразить. Я, кстати, размял чесночок, который я добавляю в нашу курочку, чтобы вам пропиталось. Туда же у нас идет... Я помогаю. Ох, е-мое. Короче, розмаринчик и туда. Пусть с у меня тоже поднимаешься. Так ты уже добавишь, что происходит вообще. Я хочу, чтобы моя подышала. Так, ушел туда розмаринчик. Пусть подышу тоже. Она готова, курица засунула. Ну ладно. У тебя будет, наверное, соус-барбекю, соус-барбекю. Она готовить не будет, потому что он уже есть. Ну, в принципе, вы можете купить его в любом магазине. Готовый, да. Я еще в фирменную добавлю вот такие вот прекрасные огурчики. Можно сделать малосольные, можно взять... Корнишончики. Корнишончики, да. Также у меня в фирменной будет морковочка и прекрасные помидорчики тоже маринованные. Мало кто добавляет маринованные помидорчики в шаверму, а это на самом деле очень вкусно. Мне кажется, в барбекю еще идет картошечка, да? Я не знаю. Ну, по классике жанра. Идет ли картошечка в барбекю? Ты там посыпаешь еще сковородку, а я тебе буду рассказывать, какая картошка идет в барбекю. Я потом твоим маслом, можно, воспользуешься? Каким моим маслом? Со специями. Я его заберу с собой. Ну и, конечно же, я хочу напомнить, что в конце у нас будет оценка наших шаверм и идет ли картошка в барбекю, какой лаваш мы используем, какие овощи и так далее. Все это оценит наш бренд-шеф и скажет, вообще, можно ли это есть и выживет у концу вечера, да? Да. Ассали мы очень долго себя любим. Себя или другу? Я сказала или себя или друг друга? Короче, мы друг друга любим. Она меня не пропускает, на самом деле, комитете, потому что она готовит намного вкуснее, чем я. И я как-то хотел приготовить яичницу. И Ассали мы вместе готовим бенедикт вкусные яйца. Я готовил голландский соус, как бы это ни звучало. Взбиваю его на пару. А Крестюха подготавливает яйца пашот. И мы потом все это вкусно вместе завтракаем. Вот. Кстати говоря, моя целая куличка почти готова. Конечно же, я добавляю в мою прекрасную курочку сливочного масла, потому что курица должна быть жирной, чесночной. Кстати, она очень часто меня называет на вы и не понимает почему. Павел, подождите. Мы на кухне. Можно все спокойнее. Что она делает? Можно я добавлю масло? Нет, пока. Короче, самое важное, чтобы курица была жирной, чесночной. Прям в своем таком соку плавала. Потому что это, в принципе, самый максимальный вкус. Когда даже я ее дожарю, я ее прям солю со своем соку. И когда буду класть на шаверму, этим соком тоже ее польют. Потому что это прям одно из самых важных секретных ингредиентов в лаваше. Секретного ингредиентного соуса. Секретного ингредиентного соуса. И самое важное, как я вам говорил, вот это вот на сковородочке. Видите, с чесночком, с розмаринчиком, с маслицем. Обязательно вот сюда вот, чтобы это все в курочке. Не, ну, это все там вообще. Ну, наверное, я дам приготиву моей прекрасной жене, которая будет первая заворачивать шаверму. Мне кажется, лучше вам, Павел, показать на свой мастер-класс. Опять вам. Почему уже все сразу так официально? Хорошо, я сделаю это первым. Я возьму маленький лаваш. Так, поехали. Ну что, идет первый у нас лаваш. Напоминаю, что у меня шикарный, шикарный соус. С соусом тоже не все так просто. Я считаю, я считаю. Ну и как делать лаваш? Сначала мы в первую очередь обмазываем наш лаваш. Этим прекрасным, секретным, секретным рецептом соуса. Да, теперь, соответственно, чуть-чуть мы добавляем лучка. Начнем с лучка. Шикарно. Сюда же у нас идет помидорчики. Чуть-чуть, чуть-чуть огурчиков. Отлично. Я столько нарезал этих огурцов, перезал полчаса. Так, теперь берем наши маленькие карнишончики. Прямо здесь, вот так вот, шикарно их нарезаем на четыре части. И добавляем в нашу прекрасную шаверн. Так, теперь у нас идет наши помидорчики маринованные. Пополам их разрезаем. Раз, два. О, шикарно. О, дает, о, дает. Три, четыре. Ох, прям вот. Я бы на самом деле добавил еще чуть-чуть огурчика. Мне кажется, это будет прям шикарно. Ну что, теперь самое важное. Сам у нас идет мясо, 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 мясо. Она здесь томилась в нашем соусе. Сейчас его чуть-чуть еще этот. Можно резать, можно поломать его. Я его подрежу. Подрежу. Шикарно вот так вот. Прямо здесь. И вот такими же кусочками. Вот сюда расформировали. Я шикарно пропиталась. Я не знаю, чувствуете вы через камеру этот вкус и запах. Но я уже с ума сходу. Эта шаверма, если честно, я не хочу. Вот. Давайте еще добавим мясо, да? Чтобы получилось прям двойная мясная шаверма. Хотя уже, в принципе, его грамм сто там, 120 лежит. Добавим еще. Вот. И все это мы сверху... Давайте даже еще. Господи, я не могу. Одно мясо будет или у нас есть. Так. Ну, я считаю, шикарно. И теперь мы все это поливаем нашим прекрасным соусом. Теперь это нужно все вот так вот чуть-чуть поджать, поджать, подвернуть и еще раз завернуть. Вот такой вот прекрасный получился свиток, побоюсь этого слова, который мы отправляем на нашу сковородочку. Ну что, ушло наш шарверный свиток. Он, конечно, так закручен не очень получился, но как умеем. А вот и баллится фирменный соус. Я специально молчала за последнего. Так, друзья, у нас тут произошел эксцесс маленький. Я забыл соус аджику. Я специально молчала, молчала. Я так хотела, чтобы заболтался в наш фирменный соус. Ну, значит, он будет без аджики. Ваша красотка почти готова. Переворачивай. Павел, вам ничего не поможет. Не буду, буду. Да, как такой свиток лежит. И просто... Не что это, не что это, не что это. Да, Павел, давайте не будем переходить на личности. Папочка, давай. Танцуй, папочка. И будет вам счастье. Так, ручка я люблю побольше. Курочка. Полное вовлечение в процесс. Я все-таки... Не хочу этим есть. Без картошки, потому что, ну, что-то я не очень... Ну, конечно, ты тоже не соблюла рецепт. Так, ну что, я хочу добавить, что раз мне не пошел по ошибке, а может быть, так и было задумано, аджичный соус вовнутрь, то я попрошу нашего дегустатора, дегустье, шевермие дегустье, когда он разрежет мой нереальный свиток, чтобы он палил сверху вот этой прекрасной святой водой красной. Вот. И тогда она превратится в сумасшедший, просто нереальный продукт. Что их надо делать? Я тоже хочу что-нибудь такое. У меня прям белое. У нас на двоих белая бумага, извините. Так, ну что, у нас здесь появилась как-то в задании упаковка, я ее не ожидал. Вот. Поэтому, раз у нас там есть и креатив, и так далее, пакета у меня нету. Тут у меня здесь все намочилось. Возьмем что-нибудь вот такое, здесь все спокойно, мужская история. Там опять намочилось. Ну ладно, что сделаешь. Тут главное, как говорится, создать кулек наш с этого, с детства. А когда будет смена пала в одной из сетей лаваше, пожалуйста, лучше не заходите. Да наоборот, мне кажется, вообще. А сейчас провалится. Все хорошо. Вот так вот закручиваем. Ну и раз за креатив, то это будет такая вот необычная креативчика. А что? Почему нет? Пускай это будет сперченочек. Мы ее захотели? Кто-нибудь ее хочет? А что ты взял перчатку, одел и съел, и одел на ручку, и все, и нормально, и съел ее. Тоже хорошо. Это креатив. Ну что, давайте звать нашего прекрасного дегустатора. Давай поменяемся, чтобы он не понял точно, где твоя, где моя. Вот. Игорюша, мы ждем тебя. Я очень долго ждал. Так. Ну что? Уже проголодался. Проходи. Здесь два креатива. Почему ты увидишь такую историю? Потому что нам сказали, что нужно сделать упаковку в самом конце. Вот. Поэтому ты креативно тоже подходи. Если есть пакетик, то ты можешь у вас. Если есть перчатка, то ты можешь ее надеть, конечно. Давайте похлопаем. Игорюха, пробуй. Если до вечера ты доживешь, значит, все-таки мы вкусно готовим. Поехали. Вот первое у нас что? По внешнему виду. Как бы есть, да, есть почерк. Видно, что более аккуратное. Немножко, как сказать, такое, как сказать. Есть мужская рука приложена, есть женская. Но это вот чисто визуально. По моему, как сказать, взгляду. Но сейчас будем пробовать на вкус. А так пока вот на данный момент по внешнему виду. Вот это Кристина, это Павел. Так, ну, по консистенции на данный момент вижу только... Чуть-чуть похоже на классику, но вот сейчас я уже увидел огурчик. Огурчик это уже похоже на фирменную нашу шаверму. Вот я здесь не вижу моркови по-корейски, которая у нас ходит в фирменную. Но здесь что-то микс между фирменной и классической у нас получилось. Но на самом деле это может быть тоже интересно. Я хочу попросить, как раз вот этот разрез добавить, все-таки, когда ты будешь пробовать вкус, добавить красного соуса. Кто-то из нас принял решение сделать именно так. Без аджики, да? Ну вот сейчас попробую. Ну, ложечку, да, как раз будет. Она все-таки помесела. Так, ну, смотрите, по форме, кстати. Хочу сказать, что там по вкусу вообще неплохо. Очень вкусно. Я не знаю кто, но пока очень вкусно. Курица, соусы, все как бы сочетается. Ну, как бы по сочетанию, по вкусу, здесь практически все как бы есть. То, что надо. Но момент, что чуть-чуть вот морковки. Да, вот остринки немножко не хватает. По вкусу, ну, я могу только вот один балл снять за морковку и полбалла за соус. Так, как они восемь с половиной баллов. Здесь у нас уже соус барбекю точно вижу. Вижу бекон, помидоры, огурцы. Ну, здесь если сравнивать нашу шаверму, то по ингредиентам практически все. Единственный момент, я не вижу, не знаю. Здесь либо не видно, одного вот момента не хватает, это картофеля. Фри, ну, это именно от нашей гладицы. Ну, может быть, может быть, он дальше есть. На разрезе не видно. Сейчас будем пробовать. Рыбовай. Лучше его не отвлекать. Я не знаю, что добавить. Это я сам начал. Давай, что-то. Это, как бы, вообще тоже очень вкусно. Но очень сильно чувствую соус барбекю. Да, вот именно какого-то белого классического соуса не чувствую. Но вот именно если брать просто барбекю шаверма, то это очень вкусно. Потому что здесь соуса чуть-чуть больше барбекю идет. Ну, вот если сравнить, я не знаю, вот по вкусу, да, по курице, если курица, то там она была более ароматной. Более аромата больше в курице было, я не знаю, либо больше специй там было с чем-то пожать. Здесь курица тоже вкусная, но нет такого аромата и вкуса, как в той шаверме. Ну, здесь опять, вот, как бы, да, есть такой момент, что картофели фри нету, да, если от нашего отличаются. И по вкусу, по вкусу чуть-чуть не хватает, как сказать, белого соуса, да, вот именно чуть-чуть белого. Что здесь я, честно сказать, вот, честно сказать, очень, очень, очень сложно, да, как бы здесь есть, как бы, вот, полтора балла минус, как бы, здесь полтора балла. Чтобы вот оценить прямо, вот, какая именно победила, они обе вкусные, обе вкусные. Я бы, на самом деле, вот, сделал бы здесь вот ничья. Но придется выбирать. Да. Это че-то хитро, но так не будет. Пройдется. Ну, если, если за внешний вид, за всем, как бы, со всем сравнить, то барбекю, я думаю, что чуть-чуть, чуть-чуть барбекю выигрывает немножко. Ну, все, поздравим, это Кристина Шаверма, ты угадал по форме. Поздравляем. Ты порвала основателя всех шавермелья России. Так, ну что, битва проиграна, но война не окончена. В следующий раз по-любому будет, либо на этой кухне, либо где-то другой истории. Новая, новый батл. Может быть, будем готовить шейм на что-нибудь другое. Поэтому пишите в комментариях, какой бы вы хотели приступ я ей подарил за эту победу. И подписывайтесь, ставьте лайки, пишите комменты. Всем пока. Раз, раз. Ты можешь так не говорить? Да? Она все время пишет. Раз, раз, два, три. Это не прямой эфир, Пашка. Что, мы начинаем соус, да? Мои помощники активизировались. Давай, немножко вот так. Моя группа поддержки. А попка, давай, попка вот так. Помогает. А у меня соус мало, да? Кажется, фарма не было. У меня очень много бордюка и соуса. Вот, а не надо болеть. А белый там был вообще соус чуть-чуть? Мало. Мало, да? Да вкусно, наверное. Не, вкусно. Ну, а у тебя курица и очень, очень вкусная. Если у меня свернуто было бы нормально, я бы уже. Ну, а у тебя курица и очень вкусная.